Десять месяцев войны. Роман Дениса Кривашеева. Аудиоверсия. Глава шестая и последняя. Решающий бросок на школу номер 170. Есть секретный подземный ход в школу, сказал Кузьмич и поведал нам о проходе из детского садика по соответствию к западному входу около кабинета ОБЖ и про то, как до войны он водил по этому самому коридору секретаршу к себе на ночь. Тамара Алексеевна об существовании тайного лаза не знала, в противном случае давно воспользовалась бы им. Тут на моей сенька Александра Кузьмича набросилась моя мать. Кузьмич, сказал она, ты где все это время пропадал, пока мой сын и ученики твоей школы стояли насмерть за тебя? Светлана Анатольевна, я растерялся в той ситуации и бежал прятаться от войны в деревню. Ответил он ей, эх, Кузьмич, добавила моя маменька и больше ничего не сказала. Весь учительский джихад ждал откуда, с какой стороны мы будем вести наступление на школу 170. Будет ли это со стороны столовой или с ползала, а может быть со стороны кабинета ИЗО? Для нас это тоже было пока не ясно. Тамара Алексеевна вырвала вместе с своими учителями глубокие и широкие окопы в Парке Победы. Она надеялась продержаться в школе до тех пор, пока вновь в Самару не прибудет армия Соединенных Штатов Америки. Она уговаривала Барака Обаму прислать свой резерв. Обамушка, говорила она, ведь меня наверняка грохнет Дениска и его маменька. Но Обама был неприклонен. Он получил по зубам в битве за Денград и не хотел больше связываться с Тамарейхом. Я решил сначала устроить трамвайные пути. И по ним в торгово-развлекательному комплексу Авроли устремились железнодорожные составы с десятками танков Т-90МС. Помогал в этом деле Алексей Клыгин, отец невинноубиенного Виталия Клыгина. Он был железнодорожником и хотел заградить свою вину перед конфедерацией учеников за супругу и за смерть Андрея Фещенко и других. Новый мэр Самары Дмитрий Азаров пока еще шли бои на 10-м месяце войны в июне стал проводить экскурсии по местам боевой славы. Для российских военных так, к примеру, бронетранспортер, на котором я ехал прорывать географическую дугу, был установлен для всегощего обозрения на площади памяти. Как назло, тогда в июне установилась жара плюс 35 градусов по Цельсию в Самаре, и я понял, что штурм школы больше нельзя откладывать в долгий ящик. Вся Самара хотела расправиться с Тамарой, но такая честь по специальному указу Дмитрия Анатольевича Медведева выпала только нам. Где началась наша история, там же она должна была и закончиться в стенах родной школы. И вот настал день Икс. 21 июня 2010 года. Я проснулся в Денграде в 9.00 утра и увидел, как моя мать готовит мой маршерский китель. Китель тщательно гладит мои флампасы и боевые награды. Вот видишь, сынок, улыбалась она без моей помощи, тебе не взять Тамару в плен. Я надел китель и пошел на школу. Соболеты-штурмовики Су-25 начали бомбить Парк Победы. Со стороны улицы Аврора наступал Миша Ишаков. Со стороны улицы Промышленности наступал Бадиков Тимун. Со стороны улицы Энтузиастов наступал Дмитрий Зубков. Кольцо Кужели начало сжиматься, но это был отвлекающий манер по секретному ладу. В школе первом ворвались моя маменька и Гагашидзе. Они зарубили Мухину Наталью Ивановну, охранявшую вход в школу членком от лопаты. Я ворвался в школу с главного входа Тимур-Сатана из спортзала, где до сих пор физруклинат Николаевич висел повешенным на баскетбольной площадке. Тимур велел снять его тело и закопать под синими футбольными воротами. Ныне там спортивная площадка, которые стояли тогда рядом со школой. Мать вела наступление на свой кабинет, который находился на третьем этаже начальной школы. На втором этаже в медицинском кабинете она разошнулась от увиденного дошкольники. И пятиклассники висели на крючках на своих позвоночниках, а медсестра проводила опыты над ними. Она им чего-то вкалывала в шею и хотела вколоть моей мать. Но тут успел гоглашить дзе и удушил медсестру. На третьем этаже школы путь к мамкину кабинету преграждала химичка Розанова Ольга Витальевна. Тогда мать ее решила отравить Ольгу Витальевну, следующим образом впустив в лаборантскую около кабинета химии по отопительным трубам отравленную воду. Ольга Витальевна сумела сказать только ацетрибаш-формулу, которую она приняла только что забилась в пресмертных конвульсиях на полу кабинета химии. Это настолько шокировало Кошкину, что она сразу сдалась в плен матери. Весь третий этаж был тут же взят. Мой кабинетик радовалась мать. Давно я тут не была. Десять месяцев, почитай, а, Гошидзе? Да, сказал Гога. Двести девяносто дней и ночей. А борьба за первый и второй этажи продолжалась. Этот процесс положил на звание освобождения кабинета. Миша Ишаков занял верстаки в кабинете труда и тубасил на них Жданову Наталью Викторовну. Я же ворвался в кабинет географии на втором этаже, и тут же в меня полетела граната труниной Веры Николаевны. Она летела настолько долго, мне в лицо, что я успел умернуться за контурными картами, которые висели у нее на доске, и выстрел ей прямиком в живот. Граната отлетела в глобус, который висел у нее на шкафу, разрывав глобус пополам. Дальше на нашем пути была англичанка. Мы не англичане, чтобы учить ваш язык, крикнула я, чтобы выманить ее из своего кабинета. Тимур уже поставил на нее растяжку. «Ах ты ж!» – крикнула Белоклокова и выскочила из своего кабинета с готовностью убить всех и каждого из конфедерации очередков. Как тут же раздался взрыв. Я ворвался в следующий кабинет русского языка и литературы. На тот момент весь первый этаж уже был за нами вместе с третьим. Я начал вести огонь Потемниковой и зайти Ивановне, нашему классному руководителю, который, как вы догадываетесь, и, как и другие учителя, пресвинул на верность Тамале. Но первые три пули прошли мимо, и тогда она взяла тряпку, которая стирала доску, наделала ее на швабру и выползла из-под своего учительского стола. «Не трогайте ее!» – приказал я своим троечникам проявлять милосердие. На середине кабинета я встретился с ней. «Что будет с Тамарой Алексеевной?» – спросила у меня Элизавета Ивановна. «Ее накажут!» – ответил я. «Ладно», – сказала Элизавета Ивановна. «Я все равно не до конца любила математику. Пусть меня простит Тамара Алексеевна. Только не трогайте моего сына!» «Хорошо», – ответил я, – «Элизавета Ивановна перешла на нашу сторону конфедерации учеников. Помогла, кстати, освободить еще несколько кабинетов, включая туалет директора и еще один кабинет английского языка, и сам непосредственно кабинет директора, около которого произошло слияние подразделений моей матери с Гагашидзе, с моими архаровцами. На 14 часов 20 минут, 21 июня 2010 года, было взято больше половины школы. Оставался только взять «Алгебролин», так назвал. Так мы прозвали три кабинета математики, соединенных в Егенную крепость, коридором школы, где скрывалась Тамара Алексеевна вместе с семиклассниками, которые боготворили математику, и все то, что с ней было связано. На пути в «Алгебролин» стоял кабинет физики. Я догадался его штурмовать не с коридора, как ожидала Тамара Алексеевна, и была к этому готова, а через козырек с кабинета директора. К кабинету физики в ее окна первым в пол с Гриша Ливанов. Лина Борисовна, наша учительница физики, не желала сдаваться в плен, и засела за пулеметом «Максим» на учительском столе. Тогда Гриша взял огнемет, а я тут же лег на пол, струя из огнемета попала в учительскую доску, она откололась надвое, и зашибла Гришу Ливанова и Лену Борисовну, нашу учительницу физики, под собой. Так что рука Гриши до сих пор находится в лаборантской кабинете физики. Обидно было, ведь Гриша Ливанов какие-то считанные часы не дожил до нашей великой победы. В 15 часов кабинет физики был полностью под нашим контролем, и мы на какое-то время остановились, чтобы решить, кто более достойный из нас взять в плен Тамару Алексеевну и положить конец этой страшной войне с Тамарой в Самаре. Миша Ишаков предложил даже это выбить в футбольном состязании, но тут в дело вновь вмешался Кремль. В 15 часов 25 минут на телефон моей матери позвонил Дмитрий Анатольевич Медведев и сказал, пусть Алгебрин берет твой сын, он у тебя подлинный талант. Вместе с Барниковым Тимуром хорошим тактиком так и было сделано. В 16 часов ослепив Семиклассников светошумовыми снарядами, мы двинулись в наш последний и решающий бой всей великой войны в Самаре. Барников зачищал левые порты трех кабинетов от Семиклассников, а я правы. В 16 часов 30 минут все было кончено. Войне пришел конец. Школа была полностью взята конфедерацией учеников. Мы в самом крайнем кабинете математики на втором этаже около женского туалета установили в классном уголке флаги России и конфедерации учеников. Тимур установил триколор аябуку к на розовом стяге. Но Тамара Алексеевна нигде не была рядом. Она сбежала через мужской туалет на втором этаже и пряталась в окопе в парке Победы. Ее нашли в 16 часов 50 минут Лена Зиновьева и Алиева Хумай. девчонки доставили ее в кабинет директора. Кузьмич, сказала она, ты выжил. Жив и буду жить, сказал Александр Моисеенко Кузьмич. Что же ты наделала, добавил он? Сколько людей погибло из-за тебя? Я хотел как лучше, чтобы у нас в школе были только элитные студенты, ответил да. Кузьмич ее поправил. В моей школе, а не в твоей. Будешь подписывать мирный договор с конфедерацией учеников, упрошал директор. Куда я делу, соответил Тамара, которая была связана стальной цепью. И в 17 часов по местному времени в актовом зале школы номер 170, потому что столовая была полностью разбита в присутствии моей матери мэра Самары Азарова Тамара Алексеевна подписала акт об безоговорочной капитуляции всех ее вооруженных сил. По этому самому акту Тамарейх учительский джихад прекратил свое существование и больше никогда не будет он существовать. Конфедерация учеников признавалась победителем Великой войны в Самаре и получает контроль над системой образования в Самарской области. Учисля больше никогда не станут брать в руки оружие, чтобы доказать своим ученикам, что математика больше не признается как царица наук. Ей становится физкультура в память о первом учителе, который перешел на нашу сторону. Отныне всем троечникам и дворечникам отличники должны помогать учебе, а не гнобить их. Дата 21 июня 2010 года навсегда была вписана в историю страны, как День Победы Конфедерации Учеников Великой Войны в Самаре. В память о той войне, которая унесла в общей сложности 10 тысяч учеников и 5 тысяч учеников, в Парке Победы были выдавлены все имена погибших участников той войны. регулярно 21 июня в Донбраде проводится военный парад около туалета в коридоре. Мне при жизни вместо разрушенной Зои Косветивятской на том месте установили памятник, а улицу Авроры переименовали в улицу Клыгина как первую жертву той войны. Нашу Победу над Тамарой приветствовал весь мир. В 18 часов в аэропорту Курумыч высадились звезды мирового масштаба, чтобы дать концерт в честь Победы прямо около стен разрушенной столовой в месте, где началась когда-то та война. За проявленный героизм при штурме школы номер 170 я удостоился из рук тогдашнего президента России высокой награды медали Героя Советского Союза, но тут же вернул ее назад Медведеву, сказав для меня главное, чтобы все участники войны, ученики школы номер 170, которые остались в живых, включая меня, получили из ваших рук дипломы об окончании школы без каких-либо экзаменов. Будет исполнено, ответил мне президент. Школой остался править Кузьмич и по сей день. Тамара Алексеевна вернулась в свою родную Польшу и тихо там преподает математику, делая из нее фанатичное учение. После окончания войны двери военные вузы России были передо мной открыты, но передав дела конфедерации учеников Алиеву Турабу, племяннику Алиевы Хумай, я решил заняться политикой. На том самом концерте 18 часов 21 июня в День Победы была исполнена такая песня День Победы Как он был от нас далек Как потухший Талилу Виталек Дни и ночи У телевизоров нашей конфедерации учеников не смыкало очей Здравствуйте и Виталя Возвратились мы из школы не все бисиком бы приближаться по физре Битву с Тамарой трудную вели и этот день мы приближали как смогли Это День Победы над Глебовой Тааа Это праздник с двойками в дневниках Это радость с пятерками в журналах Это День Победы День Победы День Победы Таа 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 Тааа 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 Таааа Таааааа Конец романа Субтитры сделал DimaTorzok